Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу приготовить колбаски барбекю. Колбаски барбекю делаются очень просто. Для их приготовления можно использовать абсолютно любое мясо, какое вам нравится. Я буду использовать свинину. Также можно брать мясо птицы или что у вас поймается. Я взял самое простое мясо свинину. Здесь даже есть немного пленочек. Сейчас я мясо режу на куски. А также есть, как всегда, один секрет. Когда я покупаю на рынке свиную сетку или сальник, то в ней попадаются очень толстые прожилки сала, которые не годятся для того, чтобы заворачивать в них какой-то продукт. Я эти кусочки из сетки, вот такие толстые, отдельно обрезаю и замораживаю. Это очень вкусное и ценное сало, внутренний жир свинки. И поэтому я его сейчас измельчу на мясорубке. И это будет вместо сала для колбасок барбекю. Также кусочек хорошего домашнего сала. Шкурку с него я уже снял. Из-за того, что колбаски барбекю готовятся очень быстро, я буду использовать не мясо кусочками, а именно фарш. Фарш я буду перемалывать на мясорубку с самой крупной сеткой. Сейчас я приготовлю смесь пряностей для колбасок барбекю. Сейчас я беру мускатный орех и трею его натерку. Пол мускатного орешка. Зира. Черный перчик. Я всегда использую только целые пряности, а не молотые, потому что у них очень хороший аромат. Вот так. Зерна кориандра. Чуть-чуть душистого перчика. Белые перчики не буду добавлять. Также я добавлю орегано, майоран и немного острого каенского перца. Я эти молотые пряности уже не добавляю в кофемолку. А еще я добавлю сюда немного можжевельника. Орегано. Майоран. Ах, хороший каенский перец. Он совершенно другого вкуса и аромата, чем обычный острый перец. Чуть-чуть еще. Вот так. Конечно, колбаски барбекю должны быть именно с чесночком. Хороший свежий чесночок. Сейчас я его отру на терку. Бабах. И соль. Друзья, как узнать, сколько соли нужно на такое огромное количество фарша? Очень просто. Я беру 1% соли к весу всего, что здесь есть. Это минимум, который я добавляю. Можно добавлять и 1,5%. Но 1% это то, что не испортит точно рецепт колбасок. Ммм, как пахнет классно. Чтоб понравилось моим друзьям. Чтоб понравилось моим друзьям. Фарш должен быть очень холодным, чтобы жир хорошенечко перемешивался и не растекался. А сейчас, чтобы фаршик хорошо заползал в кишки, я добавляю сюда ледяную воду. Можно добавлять и бульон. Но так как это колбаски барбекю, подождите. Если мы хотим сделать их такими вкусными, как мы любим их из магазина, то можно добавлять и воду. Конечно, лучше добавить хороший, даже бульон. Это натуральная свиная оболочка. Как легко и быстро почистить свиные кишки, ссылочка вот здесь вверху. Для набивки я использую обычную механическую мясорубку. Сейчас я выгоняю воздух из кишки. Оп, стоп, стоп. И завязываю оболочку. Набивка должна быть очень-очень легкая, потому что при термообработке фарш будет увеличиваться в объеме. И чтобы оболочка не порвалась, и сок остался в колбаске, я делаю вот такие дохленькие колбасюлечки. За тебя, Танюшенька. Спасибо. И что? Как делать вкусное домашнее виноградное вино из... Изабеллы. Изабеллы. Смотрите ссылочку вверху. Еще слегка температура не такая, как нужна, высоковатая. Поэтому я пока поджарю быстренько овощи. Сейчас я сделаю небольшие выводы. Когда колбаски вот такие короткие, и жар не слишком сильный, все хорошо жарится, они не лопаются, и все получается идеально. Когда я сделал вот такие длинные сосиски и не угадал температуры, то их неудобно переворачивать, я не успеваю за всеми следить, и они начинают лопаться, и все начинает гореть. Поэтому в следующий раз, когда я буду делать, по одной сосиске или по две накручивать, чтобы они были не такие толстые сосиски или колбаски, как вам больше нравится их называть. И главное следить за температурой. Вот сейчас жар уже уменьшился, они прекрасно румянятся, не лопаются, все получается супер-пупер. Здесь у меня мое сухое вино из Изабеллы. Как вкусно и быстро сделать вино из Изабеллы, ссылочка вот здесь сверху. М-м-м, класс! Итак, сосиски, конечно, с характером. Колбаски. Или колбаски. Как я уже показывал, когда сосиска вот так одна связанная по одной, не две, не три, она жарится хорошо и не лопается. Очень важно делать совсем слабую набивку, потому что много сока, много жирка и это все лопается. Попробуем. Мясо, чесночок, колбаски. Колбаска великолепная, очень нежная, сочнючая, столько соков в ней. Класс! Прекрасно отработали все пряности, какие я сюда добавил. Получились очень-очень вкусно. И я еще хочу попробовать вот эту штучку. Кабачок. Кабачок обалденный. Идеальное сочетание того, количества жирка, который я добавил, я специально взял самые простые продукты. Даже не покупал сало. Просто свиная сетка. Обычный внутренний свиной жир и мясо. Получилось идеально и восхитительно. И вино. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. Возьмите коржи. Попробую. Бар Ноёт. Г ouYou+. Где... Субтитры сделал DimaTorzok